Доброе утро, дорогие друзья! Первые осенние дни порадовали нас сразу двумя событиями. Это переходом к третьему этапу снятия ограничений в Югре и совместным с компанией Ростелеком и видеосервисом ВИНК проектом «Концерт без границ». Подробности, ну и разумеется, о культуре вообще в нас в Югре. Мы поговорим с заместителем директора по концертной деятельности концертно-театрального центра Югроклассик Яны Мальцевой. Яна, доброе утро! Доброе утро! Расскажите, пожалуйста, о проекте. Я правильно понимаю, что это проекте? Искусство в эпоху пандемии. Да. Как вы работаете в этом направлении? Как работает КПЦ? То есть... Что происходит? На самом деле происходит очень много всего интересного. То есть я думаю, что югорские музыканты к нему присоединятся чуть позже, а пока мы говорим о том, что это концерты, которые происходят в Санкт-Петербурге, на Дворцовой площади. Да, да. Видеосервис ВИНК, компания Ростелеком, и концертно-театральный центр Югроклассик запускает, скажем так, такую новую онлайн-рубрику «Концерт без границ». В эпоху пандемии мы предлагали нашим зрителям, ввели такую рубрику «Смотрим вместе» и предлагали различные концерты, театральные постановки, мировых театров. И на самом деле это вызвало достаточно большой отклик и большое количество просмотров. И совместно с Ростелеком и видеосервисом ВИНК мы решили продолжить это. И теперь это вышло в новый формат, кино без границ. Сейчас мы каждую пятницу предлагаем нашим зрителям в онлайн или уже в видеозаписи смотреть концерты, телеверсии. Начинаем мы с концертов на Дворцовой площади. Это концерты, посвященные Санкт-Петербургу, Дню города. Это мировые звезды, мировые хиты. Самые разнообразные направления. И, конечно, ничего не заменит живое общение, но прикоснуться к такому великому искусству, не выезжая из Хантамансийска, это очень большая возможность. Вообще из округа? Из округа, да. Когда наши музыканты присоединятся к этому проекту? Мы надеемся, что нам немножечко нужно еще восстановиться, потому что, конечно... Сложный период был, да? Очень сложный период был. И идей очень много у музыкантов, очень много разных форматов. И этот период дал возможность появлению новых жанров, новых каких-то коллабораций с другими коллективами. Ну, тем более, вы наши, получается, коллеги, ну, потому что мы все тоже к искусству себя относим, хотя чуть-чуть, вернулись из Москвы. Что там происходило? Что за событие было? Для нас это было большое, грандиозное событие, потому что мы пока что не можем проводить культурно-массовое мероприятие. Москва немножечко жила и... Фэшн-проект, да, мы представляли? Первый всероссийский фестиваль «Российская креативная неделя». И мы представляли фэшн-концерт с артистами с ограниченными возможностями здоровья. В том числе? Да, в том числе, помимо... Это автор Елена Скакун. Да, да, Елена Александровна Скакун, заместитель директора по художественно-творческой деятельности «Югра-классика», автор этого проекта. Ну, могу смело сказать, что мы произвели фурор. Фурор. Да. Я тоже об этом слышал, что там просто небывалый интерес был. Ну, а теперь о том, как сейчас, в данный момент, чем живут, чем занимаются музыканты, коллективы, артисты концертно-театрального центра «Югра-классика». Музыканты активно репетируют, и совсем скоро мы решили не отказывать нашим зрителям в открытии нового концертного сезона. И по традиции, 15 сентября, кстати, совместно с вашей компанией, с АТРК «Югра», Вашей любимой телекомпанией, да. Да, завтра в 19 часов мы открываем концертный сезон онлайн. Смотрите классику русского рока в исполнении концертного оркестра «Югры» в вашей видеоверсии. И приглашённого артиста Дениса Новикова. Да, это Денис. Да, я не могу об этом умолчать. Да, солист Денис Новиков. Поэтому мы готовы, мы очень скучаем по зрителям, надеемся, что в скором времени можно будет работать вживую. Ну, а пока мы в онлайне. Это концерт будет полная версия, которая была до этого, или она будет видоизменённой? Она будет, скажем так, дополненной, потому что на «Духе огня» мы были немножечко сжаты временными рамками, поскольку был достаточно большой нон-стоп, а фильмов необходимо было успеть. Поэтому здесь будет прям полная версия концерта, и любители рока услышат все свои любимые композиции. А когда это будет? Во сколько можно присоединиться? Где? 15 сентября. На каких площадках? Да, 15 сентября в 19.00. Трансляции будут на портале «Культура.РФ». Трансляции будут в группах «Югроклассик». Поэтому присоединяйтесь, не пропускайте. Мне интересно, а как оркестр-то репетирует вот в этих условиях? Оркестр достаточно сложно репетировать, потому что необходимо соблюдать ограничения, но мы нашли выход, и, естественно, Сергей Валерьевич, художественный руководитель, дирижер оркестра. Мы говорим о Сергеем Валерьевичем Свиридовом. Свиридов, да. Да, естественно, нашёл все необходимые возможности. Ресурсы. Да, ресурсы для того, чтобы либо малыми группами репетировать, а также собирать вместе. И, кстати, вы видите кадры как раз той группы, которая образовалась в период пандемии. Активно работала в соцсетях. Активно работала, да, да. И коллектив получил название «No Reversal Dance», что означает «Без репетиций». Да, но выпустили порядка 15 новых программ. Ух ты! Да, и мы уверены, что повторим их в большом зале. Сколько сейчас, на данный момент, вообще коллективов, которые освоили работу онлайн? Все коллективы «Береклассик». Абсолютно все коллективы работают в онлайн, и они соединяются друг с другом. И уже даже есть предложения с приглашёнными режиссёрами, которые готовы делать непосредственно спектакли в онлайн. Даже если всё будет, скажем так, у нас в живом уже режиме, мы всё равно будем продолжать эту тему. Потому что, на самом деле, это достаточно интересно, это новые форматы. То есть кто-то от этого даже удовольствие получил? Ну, а артистам же важно постоянно творить, поэтому, естественно, появилась новая возможность, и мы ищем плюсы даже в такой сложной ситуации. Ян, большое вам спасибо, что вы пришли. Мы желаем всем артистам концерта Театрального центра «Береклассик», всем коллективам скорейшего выхода на сцену. И вот просто, я не знаю, самых-самых громких аплодисментов в зале. Спасибо. Мы надеемся, зрители тоже по нам соскучились. Будьте здоровы и хорошего дня. Спасибо.